российские некоторые телеграм-каналы которые типа инсайды пишут вот они написали о том что путин отмечал новый год не как он планировал изначально в сочи в резиденции а бункере где-то там за урале потому что все-таки страшно вдруг что-то долетит чтобы подальше компании кабаевой которая лично ему торт готовила в компании патрушева и ковальчука и мол стало ему плохо после часа ночи как будто бы этот евлампий провел 6 января с путиным обряд этот был с применением колюще-режущих предметов поэтому вместе с путиным этим евлампием стариком были еще три фасе ошника потому что они наблюдали чтоб он не дай бог там не не поколол и не порезал этого того кто ты говоришь есть была бы хорошая новость вот а потом после этого они закрылись уже вдвоем без этих предметов и этот евлампий ему что ты там нашептал по поводу дальнейших прогнозов но типа обряд они делали чтобы у путина здоровье улучшилось и войне успехи его преследовали потому что понятно уже всем что сплошное поражение и везде русские телеграм-каналы пишут о том что следующий кто попадет под мобилизацию в россии это это патруши вроде бы принес путину такую идею она ему понравилась это те кто не выплачивает или алименты то есть это вот эти злостные нарушители которые и так уже они не могут выезжать за границу потому что им там по суду заблокировали эту возможность и этим собственно говоря решится сразу несколько вопросов если будет воевать что-то будет получать автоматически выплаты жены и дети и семьи все довольны и страшно то есть никакой кузы а если этот мобик погибает то при этом тоже какая-то выплата идет и опять же бывшие жены дети все остальные еще больше довольны а мне вот петр кузик опять же возвращаясь к интервью нам там много всего интересного он мне рассказывал как они постоянно наблюдают как русские вот всех кого убили они же точно только что сейчас там послали на минные поля на убой вот все кто лежит мертвые тут же наши начинают наблюдать как приходят другие их соратники не для того чтобы трупы убрать а содрать теплую одежду и быстро одеть на себя